Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели» и я ее ведущий Амир Кедрасов. В Кумертау на неделе прошли епархиальные рождественские образовательные чтения под названием 1917-2017 уроки столетия. В нашем городе мероприятие такого формата проходит впервые. Его целью является возрождение и поддержка славных традиций патриотизма, укрепление семьи и российской государственности. Открытие форума состоялось во Дворце культуры угольщиков. Репортаж Айгуль Мухаммедшиной. Епархиальные рождественские чтения объединили общество, религию и власть в вопросах духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Задача общественно-церковного форума – укрепление традиций патриотизма, семьи и в целом государства. Работа началась во Дворце угольщиков. В фойе были развернуты выставки, где представлены изделия ручной работы, композиции на рождественскую тематику, а также работала мастерская по изготовлению елочных украшений. Я считаю, что это нужное дело, что мы детей и взрослых привлекаем к таким забытым мастерствам, как ручной труд. В рамках подготовки к форуму в этом году был проведен конкурс рисунков детей. В нем приняли участие воспитанники детской художественной школы, а также воскресных школ, входящих в епархиальный округ. Лучшие картины могли увидеть гости, пришедшие на мероприятие. От нашей школы, конечно, несколько преподавателей работали в жюри этого конкурса. Довольно-таки высокий уровень работ, несмотря на то, что произошло это довольно-таки спонтанно, потому что в первый раз, в следующий раз мы будем готовиться уже более фундаментально к этому мероприятию. Ну, в принципе, результаты очень хорошие. Централизованная библиотечная система представила выставку книг об истории православной церкви, о становлении христианства. Живое слово, мудрости, духовности. Название экспозиции говорит само за себя. Кроме этого, была оформлена выставка работ рукодельниц. Напомним, в этом году на базе двух библиотек были организованы кружки бисероплетения. Это стало возможным благодаря выигранным центральной библиотекой грантам. Одинград – это программа «Активное поколение», которая ориентирована на поддержку пожилых людей, пожилого возраста. И благодаря выигранному гранту мы открыли в село Ира школу бисероплетения иконы картин при модельной сельской библиотеке. И наши мастерицы вот уже на протяжении трех месяцев вышивают иконы. Второй грант – это грант православной инициативы, малых грантов. Мы у них тоже выиграли 120 тысяч. Этот проект у нас ориентирован на людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же, во Дворце культуры, состоялось торжественное открытие форума. Выступление детского хора «Родничок» Воскресной школы под руководством заслуженного работника культуры Тамары Столяровой, собравшиеся приветствовали стоя. И спаси, блажен души наша. В зале представители общественности, традиционных религиозных объединений, депутаты, руководители организаций города, почетные гости. Тема рождественских чтений охватывает целые столетия, начиная с Октябрьской революции. Как сказал святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл, эта тема требует глубокого и вдумчивого осмысления событий минувшего столетия. Особенно же последствий и итогов Октябрьской революции 1917 года, происшедшей в России и ставшей без преувеличения поворотным моментом как новейшей истории нашей страны, так и всей европейской истории трагического 20 века. Председатель Совета городского округа, председатель собора русских в городе Кумертау Олег Астахов подчеркнул, что тема форума – это тема единения, сохранения межнационального и межконфессионального богатства России, сохранения семейных ценностей, воспитания духовно-нравственного поколения. Это важно, поскольку на территории только нашей республики проживает более 100 национальностей. Олег Анатольевич напомнил, что для взаимодействия религиозных объединений и власти в нашем городе в этом году было подписано соглашение между администрацией, мусульманской организацией и епархией о сотрудничестве. За активную жизненную позицию и тесное сотрудничество были вручены почетные грамоты администрации Владыке Николаю, Салават Хазрату, депутату госсобрания Курултая, руководителю собора русских Виктору Пчелинцеву. В числе награжденных председатель Совета по государственным и межконфессиональным отношениям республики Вячеслав Пятков. Он поприветствовал собравшихся от имени руководства республики. Православие и ислам являются ведущими конфессиями, особо крупными религиозными конфессиями, которые в целом стабилизируют сегодня конфессиональную ситуацию в регионе. По данным на первое число 2016 года, я могу отметить, что у нас сегодня действует 1893 религиозных объединения. Если мы посмотрим, 25 лет назад было 17. Тут есть свидетели, священнослужители, которые помнят, было 17 храмов всего, было 17 мечетей и так, кое-как они существовали. От имени Собора русских к молодежи обратился депутат Госсобрания Курултая Республики, руководитель Собора русских Виктор Пчелинцев. Он порекомендовал извлекать из истории полезные уроки. Вам не стоит отдаляться от своих родителей, от своих предков. Они делали историю своего государства. Было сложно, было тяжело. Даже, как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Празднуя в 17-м году, как бы события 17-го года, мы не должны только видеть все плохое и только заниматься поруганием. Это был выбор нашего народа. Это был выбор наших людей. Конечно, не всегда понятный для простого человека, но он был. И поэтому мы должны из своей истории извлекать уроки. В этот же день по представлению епископа Салаватского и Кумертауского Николая медалью Русской Православной Церкви Святого Благоверного Князя Данила Московского удостоен настоятель храма села Ермолаева протеерей Сергей Ветров. Патриаршей грамотой награжден настоятель храма деревни Корнеевка иерей Антоний Лыжин. Далее состоялось награждение победителей конкурса «В лучах милосердия», а также Всероссийского конкурса «Красота Божьего мира» в списке десятки имен. Это участники творческого состязания из городов Кумертау, Салават и Шимбай. Торжественная часть мероприятия завершилась концертными выступлениями. В программе были музыкальные композиции, театрализованные постановки, посвященные разным историческим периодам. Упереди страну нашу российскую, богохранимую и даруй ей спасение во имя Отца и Сына и Святаго Духа и ныне, и мысно, и вовеке веков, аминь. Форум носит просветительский характер, поэтому участники мероприятия для общения распределились по разным площадкам. В Центре детского творчества состоялось собрание отцов. В нашем городе пока только предстоит создание такого объединения, поэтому отцам было разъяснено о задачах совета, его направлениях работы, выслушанных предложениях. Также организаторы представили опыт других городов. В работе этой площадки принял участие архимандрит Николай, наместник Покровского мужского монастыря в Дедово. Главной задачей в этом направлении он считает воспитание настоящих мужчин. И здесь роль отцов неоценима. Учить все учат. Самое главное, наверное, передать свой личный опыт, но и духовный, потому что без духовности мы не можем воспитать настоящих граждан, защитников Отечества. В соседнем кабинете Центра собрались юные исследователи. Они представляли свои работы по теме «Судьба моей семьи в судьбе страны». Научные проекты защищали учащиеся школы и студенты профессиональных учебных заведений. Всего было 12 работ. В числе участников форума Анвар Абдрахманов. Он рассказал о своей семье. Трудовой стаж его близких людей в сумме составил 383 года. Я рассказываю своей семье, как они работали на заводе, про моего прадедушки. И готовился я две недели. Моя исследовательская работа называется «383 года» вместе с Кумертаусским авиационным заводом. Еще одна площадка развернулась в Кумертаусском педагогическом колледже. Для самых маленьких в актовом зале было показано кукольное представление. Затем игровая программа для младших школьников и воспитанников детских садов. Праздник получился веселым и зажигательным. Организаторы сумели подарить детям предновогоднее настроение. Для более старшего возраста работали дискуссионные площадки. Одна из них была организована в библиотеке КПК. Беседу с молодежью провел активист добровольческого объединения «Белая река» Андрей Митрофанов. Для разговора были выбраны жизненные ситуации. Для их обсуждения волонтерами были подготовлены видеоролики. Каждый из участников отвечал на поставленные вопросы и в то же время осмысливал свои поступки и поведение. Сегодняшняя наша дискуссия посвящена такому вопросу «пройти или остановиться». Мы рассматриваем различные жизненные ситуации, которые происходят, и пытаемся выяснить, каким же образом человек делает выбор – вмешаться, помочь другому человеку или просто пройти мимо. Следующая площадка по теме «Милосердие. Путь к спасению». Об этом речь шла в секции «Социальное служение». «Социальное служение» – это такое формальное слово, но в основе его лежит любовь. Любовь к ближним. А любовь – это то качество, которое родит нас человеком. И задача человека, пришедшего в этот мир – это научиться любить. Любить – а значит жить вопреки самому себе, ради того, кто рядом. И вот мы об этом с ребятами немножко поговорили. Судя по реакции, и по тишине они меня услышали. Таковы были некоторые темы для обсуждения в секциях рождественских чтений. Каждый участник, а это люди разного возраста и социального статуса, смогли пообщаться на тему духовных ценностей и сделать определенные выводы. После открытия форума участники мероприятия отправились по различным секциям. Всего в городе расположилось несколько площадок одновременно. На некоторых из них побывал мой коллега Константин Меркушев, на некоторых – моя коллега Гульнас Филатова. 13 декабря в городе Кумертау состоялись международные рождественские чтения. Четвертый раз в республике и впервые в нашем городе прошло данное мероприятие. Эти чтения изначально были организованы в Москве, и уже с годами они приобрели статус международных. В рамках этих чтений в каждой епархии Русской Православной Церкви проводятся также свои локальные местные чтения. И вот сегодня мы с вами присутствуем на таких чтениях. Это четвертые епархиальные чтения Салаватской епархии. До этого они проходили в городе Салавати, а сегодня они в этом году проходят в городе Кумертау. По всему городу были организованы площадки различного характера. Так, например, в воскресной школе Иоанна Притичинского храма прошел открытый урок на тему духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей в воскресных школах. Заслуженный учитель Республики Башкортостан Тамара Столярова провела музыкальный урок. Он был посвящен образу Просвятой Богородицы. В уроке был эпизод, когда мы говорили, что вот этот вот образ, он раскрыт в очень многих жанрах и видах искусства. В том числе мы затронули эпоху Возрождения итальянскую, откуда, собственно, и пришла к нам религия православная и христианская. Дискуссионную площадку посвятил священник Евгений Ефимов из города Нефтекамск. Он принял участие в мероприятии не только для того, чтобы передать приветственное слово от владыки Амуросия, но и для обмена опытом. Мы проводим совместные мероприятия на уровне метрополии. Сначала каждая епархия проводит мероприятие у себя, на своей территории. Затем по результатам местных, так скажем, по местным результатам проводится уже метрополичный региональный этап, где как раз-таки все воскресные школы, победители, они встречаются. Сначала соревнуются, а потом уже происходит неформальное общение и преподавателей, и учеников. Таким вот образом мы сотрудничаем. На другой площадке состоялась встреча со спортсменами. Все собравшиеся обсуждали, какое отношение имеет православие к спорту. В беседе даже перефразировали известные крылатые выражения «в здоровом теле здоровый дух». Сегодня она звучала как «здоровое тело, не помеха здоровому духу». Мы проводим различные мероприятия. Есть мероприятия какие-то плановые, да, есть какие-то спонтанные. И вот у нас установились уже несколько таких мероприятий в нашей такой молодой еще истории Салаватской епархии. Это именно такой спортивный план. Это дружная спортивная семья. Они проходят осенью и зимой. Также лыжня Салаватской епархии, которая проходит в Ушимбай, там принимают участие как спортсмены, воспитанники воскресных школ. А в здании АРТ расположилось сразу три площадки. Литературная гостиная от апостола до Флавиана, защита научно-исследовательских работ «Герои столетия». И был организован форсайт-семинар на тему «Молодежь, современники истории». Тема форсайт-семинара очень актуальна, ведь именно молодежь создает свою историю города. Форсайт-технологии обучают мыслить грамотно, распределять свои ресурсы. Делать таким образом, чтобы они понимали, на что тратят свои силы, и для того, чтобы эти силы не уходили впустую. Потому что каждое действие должно быть взвешено, каждое действие должно быть направлено на что-то. Чтобы добиться своей цели, на семинаре были рассмотрены восемь основных направлений. Это социальность, интеллектуальное развитие, медийность, здоровый образ жизни, коммуникабельность, вера, амбициозность и дисциплина. Вот, собственно, это восемь основных направлений, по которым мы с ребятами сегодня работали. И ребята выстроили четкую позицию своего личного роста, где бы им хотелось расти. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В администрации города за круглым столом встретились представители органов власти, конфессии и руководители образовательных учреждений. Площадка была создана прежде всего для того, чтобы представители структур могли пообщаться на тему совместной работы, выяснить, насколько успешно они могут сотрудничать друг с другом, помогая молодежи. Недавно было послание президента Владимира Владимировича Путина, и он говорил о «человекосбережении». Вот такой вот термин очень трогательный был, в этом послании прозвучал. И поэтому вот сегодня как раз и поговорим, а как же нам сберечь нашу молодежь, наших детей, как сберечь их физическое, духовно-нравственное, психологическое, интеллектуальное здоровье. Главный инспектор городского центра занятости представила участникам результаты социологического опроса, проведенного в 2013-2015 годы. Исследования были посвящены ценностным ориентациям молодежи, то есть чем она живет, ее основные интересы. Как показали результаты исследования, все-таки для молодых людей основными приоритетными ценностями являются ценности добра, любви, семьи. Конечно, материальный план не занимает последнее место, он также важен для молодых людей, но все-таки в приоритете это семья, доброта и честность. Кроме вопросов сотрудничества всех структур, на встрече были обсуждены темы воспитания детей, духовно-нравственного становления личности, а также продемонстрированы новые формы работы. На примерах прошедших мероприятий, учебных проектов. Одновременно с этим мероприятием в Горном колледже проходила другая секция под названием «Духовно-исторические корни казачества». На одной из площадок был организован мастер-класс резьбы по дереву. В руках мастера оживает Евангелие. Художник и педагог Николай Пономарев показал свои работы студентам и приглашенным школьникам. Познакомил с технологией резьбы по дереву, объяснил, что без правильного отношения к духовности невозможно создать по-настоящему живые иконы. Николай Пономарев занимается художественным творчеством с самого детства, а резьбой около 20 лет. Начинал он, как признается, с авторучек, кубков и шкатулок, а с 1991 года стал создавать иконы, сначала живописные, а после резные. На мастер-классе гость рассказал учащимся, насколько интересными могут стать для них занятия в школе при Иоанна Притеченском храме. Кроме геометрической резьбы они усвоили изготовление резных икон, шкатулок, лопаток для блинов и прочее. Очень много можно сделать из дерева, материал очень интересный, занимаются ребятишки совлечением, им очень нравится. Воспитанники воскресной школы продемонстрировали гостям мероприятие «Геометрические элементы резьбы». Никита Золотов успешно выпустился из воскресной школы, но продолжает посещать кружки резьбы по дереву, планируя обучиться ремеслу более профессионально. В воскресную школу меня вообще привлекла как раз вот резьба по дереву. Мне стало просто интересно, я думаю, а почему все могут, например, вырезать, я не могу. Ну вот стало интересно просто, я думаю, надо сходить все равно попробовать. Сначала, конечно, не получалось, потихонечку-потихонечку-помалечку. Сначала там пошли резные какие-то лопатки, потом в дальнейшем какие-то уже изображения, потом уже вот пошли серьезные работы, это как иконы, панно различные. Все приглашенные с удовольствием поучаствовали в мастер-классе, попробовали самостоятельно вырезать узоры на досках. В соседней аудитории проходила теоретическая часть секции «Духовно-исторические корни казачества». Учащиеся студенты представляли свои исследовательские работы по проблеме казаческой культуры. Гостями мероприятия стали наши школьники, а также из соседних городов Мелюзы и Ишимбая. Докладчики показали серьезное отношение к работе, подобрали интересные материалы и постарались увлекательно изложить их для аудитории. Учащийся третьей школы Артем Ломов выступил с исследованием на тему «Казак без веры не казак». Я исследовал историю казачества, как они появились, познакомился с представителями казачьего общества, служителями православной церкви, смог узнать о их традициях, о их жизни, как они появились, кто их позвал. Студенты представили более сложные работы. Они продемонстрировали научные исследования, но также постарались затронуть наиболее волнующие, актуальные темы, связанные с культурой казачества в современности. Я думаю, что всем пришедшим и участникам сегодняшней конференции, форума будет очень полезно узнать особую сторону и казаческой жизни, и духовной жизни нашего народа, которая воплощается и в поисковом интересе детей, в понимании роли именно казаческой культуры и в выражении своих духовных взглядов через художественное творчество. В завершение мероприятия всем выступившим были вручены сертификаты участников рождественских чтений. Учащиеся смогли услышать мнение духовных отцов, руководящих секции. Они подвели итог работе. Все участники, конечно, очень большие молодцы, потому что готовились очень долго и упорно, и выискивали этот материал, и тем самым они познавали это, и узнавали, открывали для себя множество. И сегодня на чтениях вся аудитория, которая присутствует, узнала очень много. И поэтому это очень большая польза для возрождения казачества, наших традиций, наших предков. И слава Богу, что оно вот это все есть. Спасибо большое. В гимназии имени Антошкина также параллельно с другими проходила одна из секций. На ней рассматривались вопросы духовно-нравственного воспитания и образования младшего поколения. В работе приняли участие учителя русского и башкирского языка, литературы, преподаватели курсов «Основы религиозных культур и светской этики». Работа секции была разбита на несколько этапов. Кроме обсуждений были представлены исследовательские работы школьников и студентов. Хочу сказать, что работа секции прошла очень интересно. Присутствовали представители духовенства. Состоялся откровенный разговор о том, как духовности, нравственности обучаются и наши школьники, и наши родители в том числе. Ну, я думаю, что работа прошла очень плодотворно. Песня «Основы религиозных культур и светской этики» Закрытие четвертых епархиальных рождественских чтений состоялось во дворце угольщиков. Итоги работы секции подвел епископ Салавацкий и кумертауский владыка Николай. Он выразил благодарность от имени Русской Православной Церкви, главе администрации и его заместителю Наталье Лапшиной за высокую организацию мероприятий. И, конечно же, отметил успешность и плодотворность проделанной работы. Хотел бы пожелать вам крепости духовных и телесных сил, всяческого благополучия, вдохновения. И будем всегда благодарны Богу за то, что Господь судил нам многое сделать и претерпеть за уходящий 2016 год. Рождественские чтения для всех участников стали возможностью встретиться вместе, обсудить актуальные вопросы и различные проблемы. Заместитель главы администрации Наталья Лапшина поблагодарила всех за помощь в организации мероприятия. Мы все сделали большой задел на следующий год, который весь будет посвящен истории этого столетия, очень сложного, противоречивого, но великого 20 века. Огромное вам спасибо и сегодня полный зал детей, наших школьников прикоснулись к истории. Благодаря вам, уважаемые взрослые, уважаемые руководители. Представители самых разных структур в работе 10 секций смогли обсудить, как действовать вместе и сделать работу более эффективной, чтобы она принесла добрые плоды. И самое главное, как привлечь в свои ряды молодежь. За сотрудничество и успешную организацию мероприятия на закрытие чтений были награждены благодарственными письмами руководители и сотрудники детских садов, школ и профессиональных учебных заведений. В январе следующего года представители всех епархий и самые активные участники региональных чтений будут приглашены в Москву, где пройдут центральные рождественские чтения. Продолжаем выпуск. К Кумертовскому детскому дому 60 юбилей, как и положено, праздновали всей дружной семьей. Вместе с детьми, сотрудниками, ветеранами и шефами. Вспоминали историю создания учреждения, подводили итоги работы и по традиции побывали на театрализованном представлении с участием воспитанников и педагогов. На мероприятие побывала и Айгуль Мухаммедшина. В торжественном мероприятии в честь юбилея детского дома приняли участие представители администрации города, Министерства образования Республики и шефы. В этот день вспомнили историю и подвели итоги деятельности за последние годы. Детский дом для детей-сирот в селе Маячный был открыт в 1956 году. Не раз учреждение становилось экспериментальной площадкой по применению инновационных образовательных технологий. Программы по коррекции речи, психологическому развитию, организации реабилитационных групп отмечены на высоком уровне. Поздравление глава администрации Борис Беляев выразил благодарность директору учреждения Светлане Ерофеевой и всем педагогам за их труд и заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Каждый ребенок имеет право на счастье, на счастливую жизнь. И вот вы своим коллективом создаете для наших детей такие прекрасные условия для того, чтобы они развивались. За многолетний труд многие были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации. По словам начальника отдела Министерства образования Республики Татьяны Хурсан, Кумиртауский детский дом – один из лучших учреждений подобного типа. Здесь с детьми работают настоящие профессионалы. Татьяна Геннадьевна также объявила о присвоении почетного звания «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан» директору детского дома Светлане Ерофеевой. В свою очередь Светлана Николаевна вручила благодарственные письма сотрудникам и отметила заслуги и вклад в работу каждого. Поздравить коллег и детей пришли ветераны труда. Проработав многие годы здесь, они увидели все изменения. Мне очень приятно, что меня пригласили на этот юбилей. Я очень скучаю, конечно. Я проработала в детском доме 25 лет воспитателем. Очень скучаю по детям и по коллективу. Но время идет вперед. Жизнь продолжается. Так и должно быть. Я вижу тут хорошие изменения. На участках появились скамейки, качели. В коридоре закончили ремонт. Появились новые картины. И в спальне обстановка другая стала. Мне очень приятно это замечать. Со стороны это виднеет сразу. В детском доме я проработала 39,5 лет. 19 лет работала воспитателем. И остальное время работала логопедом. Работу я свою любила. Ну, как сказать, и люблю. Сейчас занимаюсь с внуками. Коллективу большое, конечно, спасибо. И директору детского дома. Директор детского дома. Я не знаю, как это выразить. Но он так заботится о детях, о сотрудниках детского дома. Пожелаю детям, конечно, здоровья, удачи во всем. А коллективу тоже самое. Крепкого здоровья, счастья, удачи. За 60 лет из детского дома выпустились более полутора тысяч детей. Спустя годы выпускники возвращаются. Для того, чтобы сказать спасибо педагогам, что в нужное время стали семьей. У Анастасии Молчановой, пожалуй, одна из самых счастливых историй. Она обрела маму. С тех пор прошло почти 11 лет. И сегодня на праздник они пришли вместе. Кстати, Анастасия в этом году окончила школу. Поступила в педагогический колледж и мечтает в будущем работать с детьми. Юбилей, конечно, бы хотелось пожелать педагогам, воспитателям. Это терпение. Так как они себя полностью посвящают детям. Конечно, здоровье самое главное. Детям же, конечно, найти родителей, чтобы были счастливы. Мяу. Мяу. Не меняли кости, тетя, кость, как я жив, так хочу. После торжественной части традиционные праздничные программы для гостей. К этому празднику дети готовились долго. Для друзей, как здесь называют шефов, юные актеры инсценировали сказку «Зайчиха-портниха». Детская искренность и непосредственность не оставили равнодушных. Выступления доставили массу приятных эмоций зрителям. Дети и сами с удовольствием играли роли. Педагоги считают, что такая работа помогает детям знакомиться с окружающим миром. Малыши учатся быть смелыми, не боятся трудностей. Их главное понимают – добро всегда возвращается добром. Поэтому подобные театрализованные представления готовятся к каждому празднику. Тематика разная. Причем детей учат не только сценическому мастерству, но и учат быть хорошими зрителями. Праздничная программа завершилась концертным номером. Дети исполнили танец. Мы очень благодарны коллективу детского дома за их высокий профессионализм, который сегодня оценен на уровне республики. За то, что в год они более 20 детей ежегодно устраивают в семьи. Возвратов, как мы услышали сегодня, нет. И эти дети находят свое счастье в семье. Следующим этапом стало общение в домах. Так дети называют свои группы. Подарки, сладкие призы от шефов стали приятным сюрпризом для воспитанников. Своих добрых друзей здесь ждут и встречают с улыбками и объятиями. Рассказывают о своих успехах, готовят стихи. Скоро, скоро Новый год. Он торопится, идет, постучится дверью к нам. Дети, здравствуйте, я к вам. Праздник мы встречаем, елку наряжаем, вешаем игрушки, шарики, хлопушки. Скоро Дед Мороз придет, нам подарки принесет. Яблоки, конфеты, Дед Мороз, ну где ты? Алло. Рады встречи и сами спонсоры. В числе постоянных гостей – представители Кумертаусского авиационного завода. Для оказания такой помощи на предприятии создан специальный фонд. Шефы узнают о пожеланиях ребятишек, поздравляя детей в праздники и дни рождения. Дети, как обычные дети, ничего особенного не возникает. Да, обидно, что у них нет родителей, но, тем не менее, я считаю, что по настроению детей, считаю, что здесь к ним относятся очень хорошо, они потому что радуются. Такая теплая встреча состоялась в день празднования юбилея детского дома. Отметили его, как и полагается, в кругу большой семьи. В первой гимназии состоялся завершающий этап конкурса учительского мастерства «Педагогический звездопад». Свои визитные карточки представляли 17 участников. Конкурсанты подготовили яркие и необычные творческие выступления, продемонстрировав профессиональное мастерство и креативность. Традиционный конкурс учительского мастерства, названный в этом году «Педагогический звездопад», подошел к завершению. На втором этапе, так же, как и на первом, участники показали свой профессионализм и умение работать с детьми. Учитель начальных классов Светлана Гуленко на первом этапе конкурса провела мастер-класс по использованию различных приемов мнемотехник на уроках в начальных классах. В презентации она продемонстрировала свою работу на примере техники рисования песком на стекле. Наверное, наступил тот период, когда я могу показать себя, поделиться своим опытом, своими достижениями, потому что у меня уже три поколения детей, которые были выпущены мною. И сейчас наступил такой момент, когда я, наверное, по своему призванию участвую в этом конкурсе. Участие в конкурсе приняли 17 педагогов городских школ. В своих визитных карточках они старались показать зрителям и судейской коллегии весь свой профессиональный и творческий потенциал. Поддержать конкурсантов пришли не только их коллеги, но также родные, близкие и преданные ученики. Они помогли участникам подготовить свои визитки, а также в качестве группы поддержки выступили с ними на сцене. Сейчас Зеляша Муратовна очень профессионально выступила. Мы видели все ее старания, переживания, волнения и уверены, что она победит в этом конкурсе. Она добрая, хорошая, красивая. Она учит учеников по-английскому. Мы пришли поддержать нашего учителя английского языка Зеляшу Муратовну. Мы хотим ей пожелать удачи, терпения, здоровья. Она у нас самая лучшая и мы знаем, что она у нас выиграет. Хочется напомнить, что конкурс педагогического мастерства давно стал хорошей традицией. В прошлом году ему исполнилось 25 лет. Главная цель мероприятия – выявить наиболее талантливых педагогов. Главным критерием оценки, разумеется, был урок. Жюри отметила высокий уровень мастерства участников. Это огромный труд. Это то, когда острее всего ощущается поддержка коллег, поддержка учеников. Я думаю, что этот конкурс, он как раз показал, насколько сильны наши учебные заведения еще как команда. С самого начала конкурса было открыто интернет-голосование. О его результатах можно узнать на сайте управления образования. В завершении второго этапа судейской коллегии будет определен победитель. Церемония награждения состоится 19 декабря. Лучший из учителей представит наш город на республиканском конкурсе. Вы учитель! Просто класс! Календарная зима, казалось бы, только началась, но вот снега в нашем городе выпало уже очень много. И ему нашли свое применение. В разных частях города построены горки для детворы. Это для них настоящий праздник. В ходе рабочей поездки глава администрации города Борис Беляев осмотрел качество построек. Конечно, не с огоньками и гирляндами, но теперь есть своя горка. Кататься можно в любое время и не обязательно ходить на центральную площадь. На территории парка коммунальщиков буквально за неделю построен целый ледовый городок. Можно полазить в лабиринте, посидеть на лавочке или поиграть в снежки. Кстати, снега уже в начале зимы выпало немало, поэтому уже сейчас стало возможным строительство ледовых городков. Качество работ проинспектировал глава администрации Борис Беляев. Борис Владимирович поинтересовался наличием на территории освещения в темное время суток и безопасностью построек. Горка не хуже, чем на площади. Высокая, широкая и ледянки катятся хорошо. Главные пользователи дети довольны. Мне нравится горка. Хорошо построили и раскатанная горка. Она очень красивая горка, но только на площади горка. Здесь близко ходить можно. Работа проведена предприятием «Восточный». Решение принималось совместно с администрацией города Кумертау в связи с тем, что все-таки микро-восточные дома находятся немного в отдалении от центрального нашего новогоднего городка. Поэтому для забавы наших детей и все-таки для времяпрепровождения наших граждан, которые проживают здесь, было принято решение поставить хотя бы небольшие какие-то конструкции. С помощью спецтехники и наших работников нашей организации была выполнена горка. Для удобства, буквально скамейки, для того, чтобы могли родители положить какие-то вещи. Ребятишки, они же рядом здесь расположены школы, они приходят сюда сразу покататься после занятий, чтобы могли положить свои портфели. Ледовые городки построены во всех районах города. Это позволит горожанам отдохнуть с детьми, покататься на горках недалеко от дома. Глава администрации осмотрел площадки по улице Пушкина, вокзальной школы номер 12. Самая высокая горка построена во дворе по адресу Советская, 1. Несмотря на морозную погоду, она уже сейчас пользуется большим спросом. Жители окрестных домов довольны постройками. Очень удобно. Детям очень нравится. Очень даже приятно всем. И нам, бабулям, и детям. И катаются они до самой весны. Там, значит, на площади все эти горки уберут. А здесь им все интересно. Со школы бегут и сразу на горки. Ледовые площадки построены силами РЭО, а также предприятий города. Глава администрации Борис Беляев дал положительную оценку проделанной работе. Сегодня мы объезжали дворовые территории и смотрели, как управляющие компании благоустроили территории. Мы понимаем, что снега много везде. И чтобы его не вывозить, мы из этого огромной массы снега делаем горки. Сегодня мы объехали половину города, можно сказать. На сегодняшний день 14 горок уже было построено. Где-то большие, где-то маленькие. Но вот мы видим на Советской, один из самых больших горок в городе Кумертово, дворовых. Приятно. И мы съездили, смотрели, где, как залита наша площадка под катание на коньках. Шесть у нас таких площадок по городу будет, дворовых. Успешно, удачно, молодцы наши управляющие компании. С работой справляются. И мы надеемся на то, чтобы наши детишки как можно дольше проводили время на улице, чтобы был здоровый образ жизни у них. Ушли от компьютеров, от гаджетов всяких, с которыми они каждый день сталкиваются, и получали здоровый образ жизни именно на наших, в дворовых территориях. Самые юные жители города благодарят инициаторов такой работы и строителей за доставленную радость. Спасибо за гулку. Я буду здесь всегда кататься, сюда ходить. С бочком ромой. А в каком канале? Альбина Ухамечина, Сергей Николаев. Новости. К другим темам. В городе продолжается борьба со злостными должниками. Сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами провели очередной рейд на дорогах города. Как оказалось, выявлять неплательщиков таким методом достаточно эффективно. Константин Меркушев расскажет подробнее. В этом рейде сотрудники ГИБДД останавливают не только тех, кто не пропустил пешехода или не включил фары. Любой, даже самый примерный, с виду водитель может быть отправлен к обочине. Инспекторы работают совместно с судебными приставами, чтобы выявить должников. Такие рейды проводятся систематически с сотрудниками ГИБДД у нас и приносят свои результаты. Цель рейда – найти граждан, которые уклоняются от административного штрафа в установленный законодательством срок. Если долг не погашен в течение 60 дней с даты составления протокола, направляется постановление в отдел судебных приставов. Судебными приставами исполнителя в отношении должников могут быть применены такие меры принудительного исполнения, как списание денежных средств, находящихся на счетах, запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, в отношении автотранспорта, и также взыскание исполнительского сбора в размере не менее 1 тысячи рублей в случае неуплаты штрафа в добровольный срок. Если долг у водителя, проверяют на месте по специальной базе данных. Если выявляются небольшие суммы, приглашают на разъяснение. А вот за внушительные долги арестовывают собственность. Имущество стоимостью до 30 тысяч рублей оценивает судебный пристав. Если вещь дороже, то привлекается оценщик. Если у одного должника имеются несколько административных штрафов на сумму свыше 10 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель в праве обратиться в суд с заявлением о вынесении в отношении данного должника запрета на пользование водительским удостоверением, то есть в праве пользования специальным правом. Долги у тех, кто объявлен в розыск, накапливаются по разным причинам. Будь то неоплаченный штраф ГИБДД или самая распространенная – задержка выплаты алиментов на содержание ребенка. Так, в отдел судебных приставов была доставлена злостная алименщица. Эта молодая девушка задолжала своему ребенку около 100 тысяч рублей. На работу устроиться не желает, платить нечем. Из имущества, на которое можно было бы наложить арест, приставы не нашли ничего, кроме сотового телефона. Гражданка была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов свыше двух месяцев. На сегодняшний день судебными приставами исполнительного Кумертаусского городского отдела привлечено к административной ответственности по данной статье 75 должников. Данной статьей предусмотрена ответственность в виде административного ареста от 10 до 15 суток до обязательных работ до 150 часов и административный штраф. Помимо рейдов на дороге, приставы навещают и предприятия, у которых имеются задолженности по заработной плате. Всего Кумертаусским отделом окончено и прекращено исполнительных производств на 13 миллионов рублей. Это такие организации, как Энергоконтракт, ООО «Нефтемашальян», Теплоэнергомонтаж-2 и МУП «Стройзаказчик». В декабре текущего года была полностью погашена задолженность в отношении МУП «Стройзаказчик». Всего было насчитано 180 исполнительных производств. Все они погашены, взысканы фактически. И в преддверии Нового года сотрудники данного предприятия были рассчитаны в полном объеме. Стоит отметить качественную работу судебных приставов исполнителей. Благодаря таким результатам Кумертаусский отдел за 11 месяцев занимает шестое место по рейтингу всех отделов Республики Башкортостан. Всего в республике их насчитывается 68. Это прежде всего работа судебных приставов исполнителей. Они действительно самоотвержены, отдаются работе. И по этой причине получается результат. Это прежде всего результат получается от того, насколько серьезно и правильно подходит каждый сотрудник нашего отдела к своим непосредственным обязанностям. То есть результат действительно радует. Но мы не хотим на этом останавливаться. Мы продолжаем двигаться. Я думаю, что наш отдел города Кумертау займет лидирующую позицию. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Город Кумертау продолжает принимать спортивные соревнования. В этот раз прошел турнир по такому виду спорту, как дзюдо. Открытие соревнований, ход поединков и награждение в репортаже Константина Меркушева. Давайте еще раз приветствуем спортсменов из Республики Башкортостан. Город Оренбург, Республики Казахстан и хозяев первенства города Кумертау. 17 декабря город принял республиканский турнир по дзюдо на призы главы администрации городского округа, город Кумертау, Республики Башкортостан. Уже не в первый раз спортивный комплекс «Прометей» принимает подобные соревнования. Они стали для города уже традиционными. Открытые кубок главы, то есть приехали ребята из Казахстана. У нас, скажем так, суровое холодное время, но все добрались, слава богу. Поэтому статус соревнований очень высок, ребята будут проходить отбор на дальнейшие состязания. Поэтому, естественно, все волнуются, но я думаю, что не все, но родители будут у нас. Великолепный зал, хороший тренерский состав, поэтому огромная благодарность с организатором за проведение, в принципе, на хорошем, высоком уровне данного. Церемонию открытия посетили первые лица города, в их числе председатель городского округа Олег Астахов. Он поздравил всех с открытием турнира и пожелал спортсменам настоящей спортивной борьбы. Поздравляю вас с началом такого открытого республиканского турнира президента главы администрации города Кумертау. Позвольте мне передать от него привет и от себя лично, от депутатства нашего корпуса. Всего на первенство приехало более 200 спортсменов из таких городов и районов, как Уфа, Стерли, Тамак, Белорецк, Зерган, Октябрьский, Мелиусы, Шамбай, Салават, Довликанова, Туймазы, Оренбург, Кумертау, а также спортсмены из Казахстана, что еще раз доказывает высокий уровень турнира. Уровень соревнований, он каждым годом высокий. И в этот год тоже не исключение. Сейчас приехало 209 спортсменов из 15 команд. И Казахстан, они у нас постоянные гости, Оренбург, ну и почти все-все города нашей республики. Этот возраст, он такой переходной, уже идет, переходит уже более в старшие. И вот сейчас у тренеров у нас есть возможность, не только у нас, у всех тренеров есть возможность проверить своих мальчишек. Потому что мы надеемся, что из этих ребят, которые будут бороться, уже будут представлять сборную республики на ПФО, на России. И мы надеемся. Участниками республиканского турнира стали юноши 2003-2005 года рождения. Большинство спортсменов представляли наш город. Это неудивительно, хозяев должно быть больше. Наших воспитанников очень много. Это потому что, во-первых, соревнования проводятся у нас дома, в Кумертау. И мы выставляем практически всех хороших ребят, которые могут здесь поделиться опытом. После торжественного открытия начались бои в девяти весовых категориях. В самой первой схватке было видно важность этих соревнований. Каждый спортсмен хотел стать победителем турнира. Поэтому и схватки между соперниками были поистине мужскими. С первых секунд представители Казахстана обратили на себя внимание, насколько подготовленными приехали спортсмены. Надо отдать должное соседям из южной страны. В одной из схваток казахский борец боролся с нашим спортсменом. И он одержал уверенную победу. И сразу по борьбе видно, что парень в таком возрасте крепче физически нашего парня. И показал очень интересную борьбу, такую чисто физическую, в таком юном возрасте. Поэтому было приятно смотреть. И многие ребята берут пример как раз из более техничных и интересных борцов. Нервы и переживания были не только на ковре, но и за ним. На протяжении всего раунда тренеры своим борцам неоднократно давали свои наставления. На протяжении всего дня проходил турнир. Финальные поединки начались лишь в 4 часа дня. Одновременно на трех коврах город узнал победителей соревнований. Больше всего золотых наград завоевали борцы из Казахстана. Наши ребята смогли завоевать одну награду высшей пробы. При таком соперничестве это действительно хороший результат. В конце состоялась церемония награждения. Призеры открытого республиканского турнира по дзюдо были награждены медалями, дипломами и памятными призами от главы администрации городского округа город Кумертау. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Что ж, это была последняя информация выпуска. Удачного начала новой рабочей недели. И до встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова